Давайте включим запись. Запись у нас специально включается для YouTube аудитории. Здравствуйте, уважаемый YouTube! И в первую очередь, конечно, хочется переключиться на сцену, сказать всем привет, ребят. Чуть-чуть солнышко посветит, но скоро она уйдет. И хочется для тех, кто будет нас смотреть на YouTube, хочется сказать спасибо Антону, шулять его. Спасибо за его поддержку нашего канала на целую тысячу рублей. На целую тысячу рублей. Спасибо не только, естественно, за поддержку канала, но и лиги. Деньги пойдут в развитие лиги. И, конечно же, для того, чтобы Андрей Шулятьев получал только качественный контент на YouTube, чтобы он приходил после работы, учебы, я не знаю, после каких мероприятий, важных, безусловно, в его жизни. И он пришел и включал наш канал и увидел, ох ты, сегодня у нас отличные игры. Будет под что покушать вкусный ужин. И, собственно, либо после ужина посидеть, похрустеть чем-нибудь, допустим, с квасом. Конечно же, с квасом. Ну и, конечно, приятно, приятно такая поддержка. Только начался стрим, а у нас уже все хорошо. Ну а те, ребята, кто... Да, Вася, Вася действительно подметил, что 7 тысяч рублей практически каждый день у нас по тысяче рублей. Это, конечно же, очень хорошо, ребят. То есть, в принципе, уже можно спокойно мне брать свою трудовую книжку и писать стример. Значит, мне пишет Талер готовность 15 минут. Нет, Талер, что... Ой. Конечно, конечно, Элайзу. Конечно, Элайзу. И сейчас, ребят, буквально еще чуть-чуть я вас попрошу потерпеть, потому что у меня этот самый... Как он? Ну, вы понимаете. В общем, у меня организационные вопросы, которые нужно незамедлительно, незамедлительно всем успевать делать. Так, ребята, буквально, буквально чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Вот сделаем вот так вот. Конечно. И давайте сразу позвоним Элайзу. Элайз, привет тебе. Добрый вечер. Всем, ребята. Здорово, Элайз. Как живешь вообще? Просто замечательно. Лето, солнце, море. Все у нас хорошо. Вечером ох, все прекрасно просто. Слушайте, да, напоминаю, что Элайз у нас из Майами. Из-за русского, настоящего русского Майами под названием Туапсе. Вообще, если честно, никто... Вот так вот, если спрашивать, никто не знает, что такое Туапсе. Чтобы, если тем зрителям, кому интересно, это недалеко от Сочи, буквально полтора часа, где у нас была Олимпиада последняя, вот в таком месте я живу, у моря. Здесь горы, солнышко, песочек, все хорошо. Ну, знаете, такая тема, короче, вот ты едешь, 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 там море не видно, пока ты приехал на вокзал. Потому что ты приезжаешь на вокзал, там с вокзала море не видно. А потом ты едешь до Туапсе. Не, подожди, в Туапсе он же у нас... Да, 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 вот в Туапсе ты въезжаешь, получается, идет дорога от Краснодара, и да, ты, когда въезжаешь в Туапсе, начинаешь ехать уже в сторону Сочи, там только по побережью идет... И ты вот реально... Да, и ты выезжаешь, и там горы же, у вас же гор много, правильно? А, да, да. Да, и там, и за этой горы, и когда вы эту гору проезжаете, и такое, знаете, море из-за него всплывает, и огромное, то есть там такой вид нереально крутой, в общем... В общем, ребята, я рекомендую попробовать, вам понравится, я уверен. И даже если вам будет вообще прям некуда ехать, вам будет очень скучно, вы можете как-нибудь со мной сконтактироваться, я найду вас, куда деть. Ух ты, ничего себе, вот это предложение, от таких не отказывается, ребят. Не, это не значит, что тут начнется резко аукцион невиданной щедрости, я начну кидаться деньгами направо и налево, и селить всех себе домой. Ну, как-нибудь я посодействую, отведу вас. У нас вот, знаешь, вот, пока народу немного, ничего, если я, да, от темы, так сказать, от Company of Hero отвлекусь, у нас все приезжие ребята, и даже вы, ребята, которые приезжаете, не пользуетесь всеми фишками, которые может, во-первых, я выключу кондиционер, он, наверное, мешает, всеми фишками, которые вы бы могли. У нас тут не только есть городской, грубо говоря, городские пляжи, на которых куча отдыхающих, жарятся пузаны такие большие, лежащие, и вы мимо ними ходите. Хотя я верю, что вы молодые и красивые, там, все дела. У нас есть горы, у нас все, у нас, ну, допустим, если Красная Поляна, круглый год, снег, можно кататься на сноубордах, там, кому-то, что, как. Есть очень много мест, на которых, грубо говоря, машины не доезжают до Тудова, и там, да, приходится идти пешком, и вот такие обычно места, они самые крутые, тем, что, как сказать, ну, есть бытовуха, куда вас всех входят на все, ну, очередные экскурсии, а есть такие места, где, ну, не так просто-то и попасть, и вот там самый крутяк, ребят. Ну, в общем, ребята водят, как обычно, по самым таким местам, как и в Москве, типа, там, Красная площадь, которая уже всем надоела, а самые места, они реально вскрыты в Москве, то есть, кто не был в Москве, тот, наверняка, знает, что в том же районе Китай-города... Кто не был в Москве, точнее, кто был, наверное, ты хотел сказать. Да, ну, не, ну, кто, да, может быть, кто был в Москве или кто живет, тот, допустим, знает, что Красная площадь-то, понятно, она симпатичная, но настоящая красота, допустим, я считаю, это показать наши новостройки, то есть, те районы, которые будут... Москва-Усити? Не-не-не, там другое. Москва-Усити красивый, безусловно, у нас офисный центр, очень красивое место, там рядом есть красивая набережная с красивым экспо-центром, и получается, что экспо-центр как бы продолжается, потому что сам экспо-центр очень красиво выполнен, вся архитектура очень потрясная, и получается, что экспо-центр как бы продолжается, Такая Москва будущего. Рядом есть, безусловно, Кутузовский проспект, очень красивый, дальше торговый центр европейский. Если мы дальше пойдем, то мы с вами обязательно там упремся в ту же Красную площадь, там на Арбат и так далее. И вот, допустим, там в центре мне нравятся старые улочки, там в районе Китая города, когда ты там поднимаешься, там обычно сидят художники, рисуют, по-моему, там, по-моему, не церковь, а там монастырь, монастырь, да, по-моему, мужской монастырь, очень красивое место и самая тихая улица в Москве. Там заходишь, там реально настолько тихо, ребят, что просто это вам даже не описать. Как-то так улица сделана, тут единственное место, самое тихое место в Москве. Ну, в общем, самые такие классные места обычно не показывают, ну, как мне кажется. Хотя, конечно, я уже на экскурсиях, нужно отдать должное, я не был на экскурсиях очень давно. Но по-прежнему третий ковка, конечно, это очень круто. Ну и оружейная палата, там, то есть такие очень-очень-очень красивые места. Пишет мне, сейчас все пишут, и у нас с вами что, ребята, остается запустить клиент Company of Heroes 2. Я уже хотел Dead Island запустить, чтобы пройти игру про зомби. Какая-то интересная игра, не знаю, увлекла меня. увлекла. Какая-то она очень крутая. И скоро мы уже с вами, ребята, буквально уже скоро, мы с вами начнем смотреть сегодняшние игры. Что сегодня нас ждет? Вот, наверное, самый важный вопрос, что нас сегодня ждет. Безусловно, нас ждут сегодня игры Ninja Squad Финляндия против команды пилотон Риджугальда из Испании. Эти команды, ребята, извиняюсь, что я перебиваю, эти команды уже играли, мы их видели, уже они сражались. Да, да, но сегодня у нас ждут последние игры 3 на 3, 4 на 4. Все-таки договорились ребята, что сыграют. Да играют, потому что вчера я техническое поражение поставил, но на самом деле ребята обещали, что все-таки сыграют, потому что мы говорили, ребят, 3 на 3, 4 на 4 самый смотрибельный режим и что нужно его отыгрывать. И ребята говорят, окей, да, мы действительно поняли. Свою ошибку признаем, признаем, каемся, каемся, будем играть. Да, 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 да. Поэтому что, ребят, минутка географии, испанцы тащите. Да, у меня дождь и холодно, пишет Мейджор Джи Джи. Ну, первая битва была, Семиота, нет, еще ничего не было, только начали. Ты что-то не в фокусе. Ну, сейчас солнышко уйдет, ребят, я никак солнышко не могу закрыть, поэтому как-то так. Ну, и, собственно, мы, ребята, с вами сегодня, сейчас я покажу 18 июля, вот у меня называется сцена. Ниндзя-сквад против Пилотона Реджугальда, группа B, и давайте посмотрим на статистику. 13 очков у Пилотона Реджугальда, у команды Ниндзя-сквад у нас 2 очка только, и у нас Дикрихук Спарта 13,2 также. То есть сильнейшие команды это испанцы и команда из России, а вот финны и вторая команда из России пока не догоняют, не догоняют по очкам. Я бы хотел сказать еще свои 5 копеек, то, что у 2 очка у команды, это, наверное, как-то связано с тем, что они с фаворитами сражались, с командой Спарты. Да, они взяли всего лишь одну игру, но, блин, вроде как они играть умеют, просто попались им фавориты, так сказать, и тяжелый у них был, видимо, день, и они так мало игры взяли. Это что касается товарищей, у которых всего лишь 2 очка. Да, ну и напоминаю, ребят, то, кто вчера пропустил трансляцию. Вчера играли команда KochJC против IranClan. В общем, ой, нет, дайте что, давайте я не буду спойлерить вам. Да, я зря это сделал. В общем, да. Давайте посмотрим пока на группу D. Remember the name NATO. Remember the name Seas. В той же команде Remember the name из Америки. И вторая команда НАТО тоже из Америки. Пока что 8 очков получается у команды Remember the name. И осталось 2 матча. 3 на 3, 4 на 4. И, возможно, в команду НАТО тоже что-то перейдет, ребят. Поэтому, поэтому мы с вами делаем, почитаем чатик. Да, все нормально. Ну вот пока народ, в общем, набирается, собирается. Мы с вами, мы с вами будем потихонечку, потихонечку, помаленечку начинать. Ну, у меня все загружено. В общем, на третьей секунде я нажал паузу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, синхронность, синхронность. Синхронность. Ну что, ребят, ну а мы, я еще раз всех приветствую, кто присоединился. И мы переносимся в игру. Первая игра у нас сегодня. Это тот матч Remember the name против НАТО. Доигрывают игроки 3 на 3, 4 на 4 матчи. И первый матч 3 на 3. Итак, ребят, напоминаю, что Remember the name Dusty, Remember the name Lemon и игрок OMG Pop играет за союзников. То есть, два Советских Союза и один американец. Ну, Айлайз, тебя я попрошу представить немцев. Кто же у нас немцы? Ой-ой-ой, я пока свернулся. Немцы у нас это товарищ Никс играет. Ой, какой длинный. Ну, я его Негро почему-то вчера, не вчера, позавчера, весь день обзывал. И товарищ Девлищ. Девлих, как его у них прочитать? Девлищ. Девлищ, Девлищ. Простите, я свернулся просто. Негро, Девлищ и Никс, правильно, да? Да, 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 абсолютно. Это команда НАТО, кто не знает, ребят, то есть немцы играют у нас, то есть команда НАТО играет за немцев и РММ Безанэйм играет за союзников, ребят. Два оберкоманды Вест, один Вермахт. Мы ничего не перепутали. Да, так и есть. И, кстати, хочу сказать, что я не ожидал, что эта карта будет вот вообще на чемпионате. Я не ожидал, что эта карта вообще появится. Слушай, ну, я, если честно, да, я тоже удивлен выбором этой карты. Но мы знаем, что эта карта одна из самых старых, и она у нас не пользуется, мне кажется, популярностью. Да, 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 вот как пример, даже когда мы играем, мы ее стараемся черкать, ну, по ряду причин. Мы здесь вывели одну, конечно, закономерность, играя за союзников, это раш. Особенно, если начинаешь снизу и просто додавливаешь немцев сразу до верха. И вот это, наверное, единственная стратегия, при которой нам комфортно играть на этой карте. А так всегда постоянно какие-то впоследствии проблемы против игры, против немцев. Напомню, что я играю за союзников чаще всего, а не за немцев. А вот немцы, на мой взгляд, имеют здесь определенное, хоть небольшое, но преимущество. У нас занято пока церковь с американскими солдатами, Лемона. Да, хотели они построить бункер там, но что-то он отменил его, не решился. Думал, разобьют, поздно уже его строить и даже отступил, потеряв всего одну модельку. Ну что, ребят, напоминаю, что команда Remember the Name пока одерживает победу в матчах 1-1, 2-2. Это матч 3-3 и команде НАТО еще, может быть, получится выиграть этот матч. По крайней мере, я надеюсь на то, что будет хоть сколько-то очков в команде НАТО. Мне кажется, немножечко неприятно становится, когда ты проигрываешь абсолютно все игры. Ну и команда НАТО занимает дом с расчетом МГ-42. И посмотри, а у нас немцы-то прорываются к центре. Вот сейчас будет хорошая оборонительная стратегическая позиция в церкви с расчетом МГ-42. Ну и посмотри, немцы потихонечку продавливают левый фланг. Так, а я не обогнал ли тебя? Давай, 0-3, 0-10, 11, 12. 0-5, 3-36. А как так получилось, что я так-то обогнал меня? Что за волшебство? Я не знаю, у меня все нормально. То есть у меня нормальная скорость. Хоккей, хоккей, хоккей. Сейчас я догорю. Так, у тебя, наверное, уже 40, да? 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Все синхронизировались. Да, ну и, ребят, карта эта, безусловно, шикарная, потому что слева, давайте посмотрим по расположению амуниции и бензина. Топливо у нас на центре, амуниция слева и топливо справа. С той же амуницией справа. То есть получается у нас, как правило, два игрока, по два игрока идут у нас на левую сторону и по одному на правую. Потому что правая сторона у нас такая, можно сказать, дуэльная. Ух ты, какой интересный выбор сделал МДжей Поп. Он построил две машинки М3-ти. Одновременно он вышел как бы в Т1. У него, да, у него находятся два снайпера и две машинки М3. То есть не одна, которой ты мектришь беспрерывно, следишь за ней, а две. То есть, видимо, контролить он решил прям очень много. Посмотрим, удастся ему это или нет, быстро ли ее убьют. Ну, такой выбор я не часто вижу в две машинки одновременно. Ну, я расскажу, почему такой выбор. На самом деле еще и вторых инженеров вызывает ОМГ Поп и копит амуницию на огнемет. На второе, причем огнемет, обратите внимание. Это, да, я согласен с тобой, что это прикольная штука, но мне она нравится, когда она в одном числе. Да, если ее убили, ты можешь подстроить вторую, но две, ну, посмотрим, как зайдет. Нет. Возможно, мы сейчас увидим какую-то заготовку, может, ребята подготовились. Здесь, на самом деле... Нажигает. Да, хорошо, нажигает, и здесь еще штурмпионеры могут быть потеряны, ребят. Напоминаю, что сзади автомобиля, бронеавтомобили М3 тоже есть полемет, который хороший. О, хороший, посмотрю, как набирают штурмпионеров. Дело в том, что играет в очень уязвимый билд ОМГ Поп, а это именно в два снайпера. И если строить два автомобиля М3, это будет, можно сказать, сейфемо, да? То есть, ой-ой-ой, еще... Еще, что ли, один отряд? Да, господи! Ну, и неужели заберет? Нет, смотри, убежал. Нет, нет. Итак, потеря одного отряда, потеря лопат, это 320 лички. Это колоссальные потери, вот так вот, просто на машинке, просто так отдать, ну, отдали же. И смотри, получается, эта машинка и эти два снайпера заставили оттянуть все войска из города. И в городе тоже советы, союзники, продвигаются потихоньку. Да, есть проблема, пулемет в церкви, но как-то, что вы, думаю, лежат вот минометом? Какие залпы шикарные, ты посмотри. Да, да, да. Просто невероятно. У нас есть возможность забрать снайперов. Машинка-222 может забрать снайперов. Да, вот я, ребята, о чем и говорил, уязвимый, уязвимый был билд Ордер для игрока ОМГ Поп, потому что в этом случае можно просто потерять своих драгоценных снайперов. Но, нет, вроде сохраняются. На самом деле, очень... Уехали, а вот машинки не уехали. Машинки не уехали, и более того, непонятно было, почему именно вот так вот вероломно напал ОМГ Поп. Очевидно, что очень много войск близ позиций, как ты правильно говоришь, что все войска отступили. Это нужно было бы рассмотреть, что нет войск у нас на карте. Это значит, что все отступили на базу, и, скорее всего, бронеавтомобили М3 есть кому встретить. И даже с ручных оружий, с обычных оружий, там, автоматов, М3 очень шикарно расстреливаются. И ОМГ Поп, конечно, ошибается, что вот влезает вот сюда на центр, прямо вот так вероломно М3. Ему, конечно, нужно было уехать, например, наверх, ну, либо поставить мины с правой стороны карты. А еще хочу отметить, что у Совета, ну, ладно, тот, который пошел в Т-1, ладно, это ОМГ Поп, у него нет ПТ-гранат, у него пошел в другую стратегию. А вот тот парень, который пошел в Т-2, он тоже ПТ-гранату не изучил, и только благодаря этому машинка-22 сейчас уехала. Появляется у товарища Никса бронеавтомобиль, который на передовой позволяет пополняться. Да, у них есть ОКВ с госпиталь, но он решил еще и такую машинку построить. Не знаю, спорное довольно решение, но посмотрим, как зайдет. Ганамак всегда у нас хорошо иметь, потому что он позволяет пополняться на поле боя. Воевать им, конечно же, не получится. Ганамак не очень хорошо воюет. Ну, скажем правду, он вообще-то крайне отвратительно воюет. ОА-2-2 почти забран был, вообще просто крапульчик на нем остался. Одно колесо целое, остальное все поломатое, но выжил. И вот убегает, убегает один паренек, Америкос, даже нет, не Америкос, Совет, с пулеметом. Это явно трофейный пулемет тогда, или это Американец, это все-таки. Посмотрим, сейчас я... Невозможно выделить отряд, непонятно, это трофейный, не трофейный. Да, МГ-42 воруют американцы. Очень неплохо это стырить у Америкоса пулеметик, когда против тебя столько пехоты. Справа у нас тем временем пошел игрок Никс, правильно я назвал его? Да, Никс, действительно, ребята. Так, и на этой карте... Феникс, ребят, да, Дэвлиш, Дэвлиш у нас пошел направо, но получил люлей, люлей от союзников, и Стюарт заходит в игру... Да, чуть не был потерян, и ребята, для тех, кто не видел, на этой карте есть своеобразная механика, буря. То есть, это не как на обычных картах, которые нам доводилось видеть, здесь еще есть такая, так сказать, механика на этой карте, буря начинается, все юниты начинают мерзнуть, если они не рядом с костром находятся, их надо отогревать, и это как бы слегка затормаживает активность, то есть дает время перегруппироваться, собраться, пополниться обычно, и уже когда буря кончается, атаковать. Хотя есть и стратегии, которые именно в бурю проводится атака, там, через технику или еще что-то, буря отдает уменьшение, жесткие уменьшения вижена, ПТО, допустим, далеко не видит, пехота далеко не видит, и можно заехать в тыл, флангануть, даже тот же пулемет, который, грубо говоря, перекрывал в обычном безбуревом режиме, так сказать, перекрывал вам этот проход. Но тем временем ОМГ-ПОП у нас берет правую часть карты вместе с Дасти, берут ребята хорошие, довольно-таки обширные территории, ОМГ-ПОП стоит для того, чтобы встречать наступающие войска прямо близ базы, и немцы перегруппировываются на левый фланг, причем абсолютно все. По ресурсам, по ресурсам, 35 бензина получают союзники, в ответ 13 бензина по умолчанию получают только немцы. Нет, прошу прощения, 17, это ОКВшник перекачивает. И по патронам также очень сильно лидируют союзники 57 на 23. Стюарт на центре прогоняет пехоту. Пока явно нужен здесь ПАК-40 для того, чтобы подгонять легкие танки противника. Ну и, в принципе, без ПАК-40 у нас хорошо с бронебойными снарядами отпугивает, отпугивает Стюарт, и Стюарт, в принципе, хорошая броня, защищающая от МД-42. И вот немцы начинают, грубо говоря, замерзать местами. Генерал Мороз, правда, он против второй стороны играет, но вот, как пример, сейчас один МГ-пулемет стоит, хоть он и стреляет, пулемет вроде как раскален от выстрелов, но нет, он замерзает потихоньку, постепенно, и отряды можно так и потерять, проморгать. Приходится возводить костры, костры тоже строят мэн пауэр, то есть просто так их нельзя строить, то есть личка немного, насколько я помню, 50, но это надо 80, это не все отряды могут их строить. Допустим, пулеметчик-минометчик не способен разжечь костер, это либо новобранцы, либо саперы. Саперы. Ух, перестрелки артиллерии даже в бурю продолжаются, плевать им на метель. Ну и что? Не нападают пока ни одна, ни другая команда, так, конечно, ходят несколькими отрядами по флангам немцы, но по сути ждут и ждут, когда буря кончится. И Вульфрамен почти достроился у товарища Делвиса, у КВшника, зарашил он его перекачкой бензина и почти он достроен. Дебридж строит у нас действительно, ребят, Вульфрамен, практически сейчас выйдет у нас Вульфрамен, и у команды союзников будет проблема, объясню почему, потому что у союзников у нас довольно такая статичная оборона, то есть все войска практически стоят без мува, ну и вот как-то так, ребят. Пупхин в наглую идет в область стюарта, просто уже, считайте, на территории союзников. И хочу заметить, что буря, по-моему, на руку немцев, мягко говоря, они как-то отбились, повыгоняли союзников и просто давят, хотя буря им плевать, просто стоят, танкуют. Нет, хорошо, хорошо, обрати внимание, на центре у нас тоже немцы окапываются, там, смотри, прям, хорошие-хорошие забирают позиции, и вот мешки с песком. Можно сказать, уже на стороне союзников, то есть здесь была определенная ошибка, что вот так далеко мешки с песком накопали у нас советские новобранцы, и этим хорошо воспользовались немецкие войска. Ну что, ребят, или на крайний случай всегда на территории, так сказать, мешки, которые лицом к территории врага, можно закрыть колючей проволокой какой-нибудь, чтобы просто так хотя бы к ним подойти нельзя было. То есть эту механику тоже иногда используют. То есть, опа, Вульфрамен, Вульфрамен залп. Сейчас он полностью, наверное, прогонит уже советов с этой территории. ПТО, 4 модельки было погибло, осталось только 2, и сам минометчика тоже забрал первый же выстрел Вульфрамена. Союзники тем временем попытаются прорваться по центру, потому что, ну, нужно, нужно. Ой-ой-ой, посмотри, ну, нужно же поймать 2-2-2 сейчас ДП. Нет, ДП это не выдан, поэтому не поймаешь. Наверх уже, смотри, как немецкие войска пошли, уже даже доверху продали. Да, уже дожали до базы, это вот эта цена. Я считаю, что здесь преимущество появляется у тех, кто появляется снизу, так сказать. Им удобнее в этом маленькой деревушке с церковью воевать, только из-за того, что река их так как... Ну, это мое мнение, то есть, просто им удобнее. Посмотри, какая вампир появляется, то есть, ну, или как это, прожектор, как в простонародье, который подсвечивает... Ой, здесь у нас справа, как МГ-Поп заходит, посмотрите, какой у нас обширный фронт. 4 гвардейца, 2 снайпера, и просто сейчас нечем сдержать эту армию у нас. По центру союзники прорывают противника, вы знаете, если сейчас не остановить эту армию, то советские войска, советско-американские войска просто продавят по центру и отрежут всю армию немцев, то есть, возьмут их в кольцо. Действительно был построен у нас инфракрасный прожектор от игрока Негро, но этот прожектор, к сожалению, не воюет, потому что тем более гвардейцев нечем останавливать. МГ-42 очередной у нас отступает. Очень большие проблемы у команды РММБЗН, у команды НАТО, простите, потому что РММБЗН проснулся, игрок у МГ-Поп, и понял, что нужно идти вперед. Да, после бури. Извиняюсь, что я перебил тебя, но я думаю, что это вся атака. Если был бы Вуфрамен, атака бы захлебнулась, но с перерывом между их выстрелов удачно зашел он. Видите, как получилось. Вроде как продавил, хотя давил слишком далеко, додавил до Т-4 и уже сам отступает. Вуфрамен, проблемы. О, здесь хорошо. Нет, смотри, все мимо, все мимо. Немецкие разведчики доложили о неправильной позиции советских наступательных сил. Вуфрамен промазал. Немецкие артиллеристы стали срочно выяснять, в чем проблема. Тем временем по центру у нас проходит Дасти потихонечку. Дасти отрезает центральную точку от немецких войск. Вышли немцы, очень много немцев по-прежнему. То есть, дэмэдж, то есть, как сказать, урон по немцам не нанесен практически вообще никакой. То есть, обратите внимание, вот я сейчас вам покажу. Смотрите, у Негра, у Негра у нас очень много отрядов. Потом у Никса, ну, так, достаточно. Ну, тут можно сказать, по лимиту, да, по лимиту практически одинаково. Они идут, ты абсолютно прав. Немцы, вот, не почувствовали практически этой атаки. Ну, это, это, это правда. Снайперы, обрати внимание, как сильно пробиты снайперы, но они вот почему-то не... А их волшебная немецкая плевательница пробила. То есть, они когда кучковались еще на озере, они наступали, когда просто под ним залпом их вот так вот продавило. По-прежнему центральную точку держат у нас союзники. Слева поставили Т-3 у нас игрок Негро. И артиллерийским огнем орудие СИС-3 пытается, пытается выбить этот Т-3 продакшн оберкоманды Вест. А как ты думаешь, какой план на игру вот у союзников? Я вот вижу, они как-то, да, они подготовились, они строят какой-то определенный пул, допустим, тот же МГП. Взял Т-1, построил снайперы, две машинки. Но я пока вот не особо понимаю план на игру. Вот сейчас вот немцы вызовут кучу техники, а чем сражаться с ней? Вот есть один стюарт. Ну, я, мне субъективно кажется, что, в принципе, более-менее готовы будут союзные войска. Например, у Лемона достроена Т-4 технология, у Дасти достроена Т-4 продакшн. И единственное, что кто остается у нас под вопросом, это игрок ОМГПОП. Но мы знаем, что у него 8 очков, я договорю, 8 очков, и у него танки Т-34-85 будут в игре. Поэтому, в принципе, задумка-то уже союзных войск, она готова. То есть, в принципе, будет в скором времени техника и будет воевать чем с немцем. Ну, возможно, 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 такой залп Ульфрамена прошел. После этого залпа немцы получили возможность забрать халявную Зиску, которая была очень впереди на передовой, никто ее не прикрывал, пыталась через атаку она разбить Т-4, но не получилось. Сейчас и пулемет, видимо, будет потерян на центре. То есть, ну, прикрытия мало, немцев много. Сейчас большие потери грозят получить. Да, слушай, ну и действительно, вот ты сказал про Ульфрамена, я смотрю, у него 15 фрагов, то есть Ульфрамен такой довольно эффективный. То есть, не могу сказать, что он прям суперэффективный, но в целом от него пользы много. Он еще создает такое психологическое давление, на мой взгляд, что он есть, что он сейчас откэдэшится, что он сейчас выстрелит, надо что-то делать, не сплититься, там, как-то разойтись, разойтись. Наоборот, раз сплититься, разойтись. Обратите внимание, справа у нас очень-очень много по центру, точнее, войск наступает по-прежнему, по-прежнему МГ-Поп давит на центральные позиции и Гономак забирает, а ты видел, как говорится? Да, 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 гвардейцы просто пыш-пыш-пыш, до свидания. До свидания, да. И обрати внимание, что один МГ-2 и второй МГ-34 уже лежат, то есть можно, в принципе, гвардейцами забрать один из МГ-42 или МГ-34 и получить такую хорошую статическую оборону для сдерживания позиции. Вот я бы взял, я уверен, что я бы взял, но, видимо, МГ-Поп решает, что ему пока не надо. Может быть, он будет прав. Вульфрамен. Вульф... Вульф... Вув... Меня попросили его называть по-немецки, но, ладно, 2-3-4-85 и МГ-Попа появляются, уже они на передовой практически, и вот сейчас-то они... Немец, может быть, и не готов, у него, конечно, куча спрятанных Пупхинов и ПТО, но если удачно заехать, можно-то и забрать и тут же Т-4. Да, действительно, Т-34-85 по центру, поехали. Проблемы... Ой-ой-ой, здесь продакшн-кар, здесь можно будет забрать и откинуть, откинуть игрока Делвиша по технологиям назад, ребята, за Вуфрамена. Т-34-85 заходит. И раз, два, три, четыре... Нет, никого практически не накрывает Вуфрамен. Продолжается у нас атака у игрока МГ-Попа. Вместе Т-38-85 гвардейцы пошли у нас на егеря. Мои игеря, игеря, мои игеря бросают гранату и минус Т-34-85 встречают здесь немецкие артиллеристы, советские танки. И ты знаешь, что МГ-Поп, атаку МГ-Поп не оправдал. Ну, видно, как он немножко недоконтролил. Он включил, видно было, что он выделил отряды пехотинцев, попытался их отползать ими. В этот момент Т-34-ка стояла на месте, даже не пыталась отъезжать. И была потеряна, наказана. Ну, это явный недоконтроль. Простите, даже я безумно много недоконтроливаю. Хотя, даже я. Я так сказал, как будто я прям супер-про. То есть, недоконтролить в этой игре это даже нормально, ребята. Ну, очень много активных действий происходит в игре. И поэтому, если вы уже... Если ваши руки устали, то возьмите экспандер, помассируйте там, ну, или попросите какого-нибудь соседа помассировать ему кисти рук. Потому что впереди не расслабишься. Так как у немцев, у немцев, ребят, пошли технологии... Пошли... Нет, технологии пока еще не пошли. Даже... Посмотрел, как сейчас происходило нападение. Вначале NG-POP напал. Потерял все. Отступил. И теперь его Кент Ливон нападает тоже в ответ. А нельзя ли было вместе попробовать напасть? П-47. Хорош. Ух. Нормально. Нормально залетели П-47. Ничего практически не убили. Но навели, так сказать... Шороху, да. Навели морального, морального... Сорвалось. Вы потеряли машину. Ухрамен был потерян у нас от Су-80. Офгеть. Да, 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 да. Вот тоже недоконтролили немца. Оставили ее уже, так сказать, на территории... На передовой, на территории врага. И Т-4 тоже была потеряна этой Сушкой. У нее уже одна звездочка есть. И она продолжает катиться вперед. Ну, куда ты катишь-то, товарищ? И Су-85 действительно неприятно. Нет, смотри, разведка, разведка. Разменял Су-85 на разведку. И в принципе, это нормально. В принципе, это нормально. Почему? Потому что, во-первых, сейчас будет вот это вот... У нас инфракрасный прожектор убит. Нет, успевает прожектор спасти игрок Негро. Единственное, остается вопрос. Убьют ли Т-1 у нас советские войска? Да, действительно, ты прав был, Т-3 был потерян. Ну, мы видели все прекрасно, под каким огнем концентрированным находился этот продакшн. Ну и давай смотреть, как немцы будут обороняться. Вообще, тем временем, три звездочки за союзниками. 132 на 116. Как бы кто-то плохо, хорошо или неконтрольно, чтобы мы не говорили, но союзники потихонечку выигрывают. Ух ты! И наверху вышел отряд фальшенягеров из домика вылез. Партизаны, партизаны из подвала вылезли. И только что были, забрали американскую машинку, но больше им не дали ничего сделать. И сейчас я уверен, этот отряд будет потерян, потому что он через такой блок бежит. Да, забирают его. Ну, не знаю, это очень тогда невыгодный размен. Это 440 лички отдали за машинку. Сколько там, я даже не поленюсь, посмотрю, сколько она стоит. Я здесь с тобой, скорее, не соглашусь, потому что, объясню, американские войска, они отступают у нас... Вот смотрите, мы сейчас посмотрим... Клитина, ну, смотри, к майору. Да, вот майор находится на центре, рядом с машинкой. Получается такая ситуация, что американцы постоянно пополняются на поле боя. И сейчас, в принципе, американцам только один путь, это домой отступают. А немцы, так оказывается, вообще жесточайше проигрывают. Плюс 4 топлива... О, все, плюс 8 топлива дается, и плюс 14 патронов против 39 и 58. Заметь, заметь, как много летают самолетиков. Просто ты их запускает из-за такого преимущества по патронам. А я хочу обратить твое внимание на базу немцев, потому что только сейчас Т-34-85 и танка Т-34 разгромляют противника. И сейчас будут вынуждены немцы разделиться на два фронта, защищать свою базу и защищать центральные позиции. Второй Уфрамен будет потерян. И если сейчас его потерять, я скажу, чтобы не разделиться, а вынуждены будут написать ГГ, наверное. Да, ребята, и просто вероломно советские танкисты ставят практически шаг в этой игре. Ставят серьезный шаг. Да, вот видите, отступают абсолютно все войска. Ну, часть войск отступает, а тут по-прежнему у нас есть с кем атаковать. ИСУ-152, да, куча тут еще напрягает. И вынуждены немцы практически все отступить на свою базу. ОМГ-Поп тем временем не потерял ни одного танка Т-85. Да, они все уехали. И все действительно три танка уехали у нас. Ну что, отличная атака, отличная атака. Как ножом пырнул он, просто заехал этими Т-34-ками, навел просто такой геноцид, шороху навел и еще и уехал, ничего не потеряв. Вот это вот удачнейший заезд, да. Да, там уже, возможно, надо было, как всегда, я уже говорю, какую-нибудь минку положить, там, оставить какой-то отряд, хотя бы для разведки, чтобы видно было этот заезд. Но нет, не получилось. Да, привет, Геродот, привет, Изя, без потерь и советы имбы, пишет Чебурек. На этом 12 очков немецких превратятся скоро в ноль. И это будет, как написал мейджор, скорее всего, ГГ. Да, это ГГшуля, ГГшуля. Как хорошо отдалась Сушка, но на самом деле она просто разведала, то есть был, смотрите, план какой. Сейчас вам объясню этот маневр. Смотрите, Су-85, она просто идет вперед. И она именно создана для того, чтобы убить вот этот прожектор. Его назвали Филин, по-моему, да. Филин называется этот прожектор, Чебурек пишет. Окей, смотрите, Филин. То есть он, в принципе, доставлял проблем, видимо, советским войскам, советско-американским войскам. И задача была такая, разменять вот этот Су-85 на Филин. Мы все видели, что на Филин даже целый был Мингран, потратили у нас советские войска. То есть, таким образом, Су-85 разменял себя не только на убийство Уфрамана, потому что Су-85 разменен на Уфрамана, это уже окупается. А Су-85 был разменен еще и на разведку. То есть, получается, что, конечно, не убили Филина, но в целом пошло давление со стороны самолетов П-47. П-47 постоянно подсвечивали базу противника. И таким образом можно было кидать П-47 еще и второй раз. То есть, конкретно, если тезисно, то по центру советско-американские войска били базу противника, тем самым не давая выйти с этой базы немецким войскам. А справа-то готовилось уже нападение игрока ОМГ Поп. И таким образом, вот под таким прессингом и проиграла команда НАТО из Америки. И команда РММ Безенэйм берет матч 3 на 3. Собственно, как это, в принципе, и должно быть у нас. А я, если честно, бы свои 5 копеек вставил. Я все равно не думаю. Я думаю, это был жесткий недоконтроль со стороны советов. Я вот не знаю. Ну, конечно, может быть, был такой план. Действительно, как ты говоришь, все правильно. Возможно, это так и есть. Но, блин, мне было бы очень жалко единственную свою технику. Плюс еще 200 патронов, которые бомбардировка стоит на шанс убить какой-то там штуки, которая даже не стреляет. Ну, это спорный такой момент. Не знаю, не знаю. Мы не сидим, ребята, в головах у советов. У нас есть мнение. Ну, возможно, так и было. Возможно, Маза прав. Возможно, может, и я прав. Я не знаю. Но вы видели то, что видели. Сушка отдалась просто вот так вот. Да, ну, либо как вариант, просто ее недоконтролил игрок ОМГ Поп. И он уже... Ой, не ОМГ Поп, а Дасти. И Дасти говорит, ну, блин, если я уже и так ее потеряю из-за недоконтроля, я ее просто разменяю на разведку. Да, вот это может быть, когда он уже увидел, что его обходит пехота, что ему сейчас по-любому выбьют двигло, там, разобьют кабину. То есть, ладно, пойду подсвечу хотя бы, чтобы бомбы перебросить. Вполне возможно, и тогда... Хотя мы не знаем, ребята, это... Мы же не в головах, мы же не подслушиваем. Я думаю, так, гипотезы выдвигаем свои. Так, Дасти у нас... А, здесь у нас другой состав. Давайте посмотрим состав у нас. Получается... Сейчас. Вот она. Состав. Дасти, ОМГ Поп, Леннман. Дасти, ОМГ Поп, Леннман. ОМГ Поп и Лемон. Лемон у нас пишется, по-моему, с заглавных букв... А, нет, с маленьких, надо же. Лемон. Так. Так. Все. Здесь у нас готово. И мы должны, ребят, еще не забывать, что добавить целые три очка. Добавить в команду RemembeZename. И RemembeZename берет 11 очков. Вот так вот. Вот так вот получается. Сейчас я внесу данные по игрокам у нас за команду НАТО. Ну, а пока я это буду делать. Мы с вами, ребят, уйдем на короткую паузу. Буквально на один трек. И после одного трека мы с вами вернемся для того, чтобы посмотреть противостояние 4 на 4 между командами RemembeZename и НАТО. Посмотрим, удастся ли им взять... Ну, уж я, честно сказать, болею даже за них. Я хочу посмотреть, возьмут ли хотя бы они этот матчпоинт. Плюс это 4 очка. Это даже не так мало. Допустим, если они, вы сами понимаете, берут этот матчпоинт, они обгоняют команду из Норвегии, которая взяла, например, у команды Спарта всего лишь одну игру 2 очка. То есть это важный матч. Даже за один матч стоит сражаться до последнего. Ну, естественно, да. Это действительно здесь с тобой нельзя не согласиться. Ребята, чаечек. Кто живет на попережье за прохладительными напитками. Потому что вот я в доме, например, я не знаю. Я, конечно, вебку не включаю. Мне и можно было бы раздеться, но у меня жарища. Просто кондиционер работает на износ практически. Давайте, ребята, скоро увидимся. Один трек. До скорого. Все, ребята, не переключай. А ты ставь это скайп не на паузу, а на паузу. Сделай, сделай, сделай. Все, давайте. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.